В этот пасмурный перлинский день. Ипподром был непривычно оживлен Штирлиц, Лис, сидя в ложе для почетных гостей. Неторопливо подтягивал французский коньяк и наблюдал за суетой внизу. Весна 45-го года выдалась на редкость тревожной. Но здесь, на ипподроме словно существовал свой особый мир, живущий по иным законам. Рядом расположился группенфюрер Мюллер, с видимым интересом изучающий скаковую программку. Его присутствие здесь было необычным. Обычно шеф гестапо предпочитал проводить выходные за работой с документами в своем кабинете. Штирлиц искоса наблюдал за ним, отмечая едва уловимые изменения в поведении своего главного противника. «Странно», — подумал Штирлиц, — Мюллер никогда не увлекался лошадьми. Более того, он точно знал, что группенфюрер относился к скачкам с некоторым презрением, считая их пустой тратой времени для высшего общества. А сегодня Мюллер впервые пришел на бега не по долгу службы, а по собственному желанию. За последнюю неделю это был уже третий случай необычного поведения группенфюрера. Сначала он отменил еженедельное совещание по безопасности. Затем неожиданно отправил в отпуск своего заместителя Холтофа. А теперь вот это странное появление на ипподроме. В ложе появился молодой штурмбанфюрер с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским Мюллер. Против обыкновения взял бокал и даже слегка улыбнулся. «Знаете, Штирлиц», — вдруг произнес он, не отрывая взгляда от программки, — «я всегда завидовал лошадям». Чем уже группенфюрер приподнял бровь Штирлиц, мысленно отметив, что за последние пять лет это был первый случай, когда Мюллер начал разговор первым, не связанный с работой. «Они всегда знают, когда пора уйти с дистанции». Штирлиц промолчал, но внутренне напрягся в воздухе повисло что-то неуловимо важное. Какой-то особый смысл, который нужно было разгадать, Мюллер сделал глоток шампанского и продолжил. «Вот смотрите, чистокровный жеребец по кричке «Фейерверк пять лет блистательных побед». Ни одного поражения, и сегодня его последний забег уйдет непобежденным в расцвете сил его хозяин. Умный человек понимает, лучше уйти на пике славы, чем дождаться неизбежного падения. Не каждому дано уйти вовремя». Философски заметил Штирлиц, припоминая, как неделю назад в берлинском зоопарке пристрелили со старившегося льва, который уже не мог охотиться. Именно Штирлиц, Мюллер повернулся к нему. И в его глазах появился странный блеск. «Вот вы никогда не задумывались, почему я до сих пор не арестовал вас». У Штирлица ёкнуло сердце, но лицо осталось непроницаемым годы. Тренировок сделали свое дело, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Потому что нет оснований», — спокойно предположил он. «Отпевая коньяк и наблюдая за тем, как внизу жакеи выводят лошадей на разминку». Мюллер неожиданно рассмеялся искренне, без обычной своей желчности. «Бросьте, Штирлиц, мы оба знаем, кто вы я знал. Это еще три года назад, когда обнаружил нестыковку в вашей легенде о пребывании в Мюнхене в 39-м. Но знаете что? За эти годы я понял одну важную вещь. Иногда важнее не победа, а красота игры». Внизу началась суета. Жакеи заняли стартовые позиции. Фейерверк горцевал под своим наездником, показывая великолепную выучку и норов победителя. «Вы играли красиво, Штирлиц», — продолжил Мюллер. «Не открывая взгляда от лошадей, ни одной серьезной ошибки, всегда на шаг впереди. Как этот жеребец, безупречная техника, выверенная тактика, абсолютное владение ситуацией». На дорожке начался забег, лошади рванули с места. Вздымая копытами песок, фейерверк сразу вырвался вперед, показывая свой фирменный стиль. Мюллер встал. «Пойду подам рапорт об отставке. Знаете, Штирлиц, хочу, чтобы обо мне вспоминали не как о палаче, а как о достойном противнике. В конце концов, мы с вами оба служили идеей. Просто каждый своей он допил шампанское и поставил бокал. Кстати, Штирлиц, в сейфе моего кабинета есть папка с вашим настоящим именем. Думаю, через час она случайно сгорит вместе с другими важными документами. Жаль, конечно, столько лет работы, но иногда важно просто красиво уйти со сцены». Штирлиц проводил взглядом удаляющуюся фигуру Мюллера. На финише, как и ожидалось, победил фейерверк, совершивший свой последний триумфальный забег. Публика не истовствовала, а Жукей, привстав на стреминах, приветствовал зрителей. Вечером того же дня в кабинете Мюллера действительно случился пожар, уничтоживший множество документов. А через неделю группенфюрерс с Генрих Мюллер исчез из Берлина. Одни говорили, что он бежал в Южную Америку, другие утверждали, что видели его в Шрицарии. Но Штирлиц знал точно, Мюллер просто ушел красиво, как тот жеребец, в побежденном в расцвете сил, оставив после себя легенду. Говорят, что в пригороде Берна появился немецкий коневод, удивительно похожий на бывшего шефа гестапо. Он держал небольшую конюшню и осады нагордился жеребцом по кличке «Достойный противник». Прошло пять лет швейцарский городок Берн жил своей размеренной жизнью. На отграйне города, среди живописных альпийских лугов, располагалась небольшая конная ферма. Последний круг – ее хозяин Гермихеля седой. Подтянутый мужчина лет шестидесяти славился умением находить и воспитывать породистых скакунов. В это солнечное утро Гермихель, как обычно, совершал обход конюшни. Особое внимание он уделил деннику, где содержался его любимец – великолепный воронный жеребец по кличке. «Достойный противник» – лошадь приветствовала хозяина тихим ржанием. «Доброе утро, мой друг», – произнес Михель по-немецки, протягивая жеребцу яблока. «Сегодня у нас особенный день». В этот момент снаружи послышался шум подъезжающего автомобиля Гермихель, нахмурился. Он не ждал посетителей так рано. Выйдя из конюшни, он увидел элегантный черный Мерседес и высокого седого мужчину, рассматривающего пейзаж. «Прекрасный вид», – произнес незнакомец по-немецки с легким русским акцентом. «Напоминает предгорье Баварии. Не находите». Михель застыл на месте. Этот голос он узнал бы из тысячи Штирлиц, бывший штандарт-инфюрер СС фон Штирлиц, а ныне – профессор славянских языков Бернского университета Максим Максимович Исаев. «Вы далеко забрались от университета», – гер-профессор спокойно ответил Михель, в котором внимательный наблюдатель мог бы узнать бывшего группенфюрера СС Генриха Мюллера. «Решил прокатиться перед лекциями. Говорят, у вас отличные лошади». Они посмотрели друг на друга пять лет большой срок, но оба почти не изменились, и разве что морщин прибавилось, да в волосах серебра стало больше. «Не откажитесь от чашки кофе», – предложил Михель Мюллер. «У меня есть отличный швейцарский шоколад». В небольшом домике на территории ферм было прохладно и уютно. Хозяин действительно приготовил превосходный кофе, а на столе появилась коробка дорогого шоколада. «Как вы меня нашли?» – спросил Михель, разливая кофе по чашкам. «Случайно», – улыбнулся Штирлиц, читал местную газету, наткнулся на заметку о коневоде, который воспитывает чемпионов. «А когда увидел кличку вашего главного жеребца, достойный противник», – кивнул Михель. «Знаете, я часто вспоминаю тот день на берлинском ипподроме. Я тоже», – отозвался Штирлиц. «Красивый был уход. А вы, как вы здесь оказались?» «После войны работал в советской разведке, потом Штирлиц сделал паузу, тоже решил, что пора уходить. Когда начали меняться методы цели и средства, вспомнил ваши слова о том, что важно – уйти вовремя». Михель, Мюллер, понимающий, кивнул. «Знаете, за эти годы я многое переосмыслил. Мы все были пешками в большой игре, но некоторым удалось сохранить человечность и достоинство», – добавил Штирлиц. «Именно, кстати, хотели посмотреть на достойного противника. У него сегодня важный день, первые скачки его сына». «Они вышли к загону, где молодой жеребец, удивительно похожий на своего отца, готовился к первому в жизни соревнованию. Как назвали, поинтересовался Штирлиц. Новая глава», – ответил Михель с едва заметной улыбкой. «День выдался на редкость удачным, новая глава выиграл свой первый забег. А два старых противника провели несколько часов за разговорами о лошадях, философии и превратностях судьбы. Когда солнце начало клониться к закату, Штирлиц засобирался уезжать. «У меня вечерняя лекция», – объяснил он, – «студенты ждут». «Заходите еще». Неожиданно для себя предложил Михель в следующую субботу. «Новая глава участвует в региональных скачках». «Обязательно приду», – кивнул Штирлиц и «спасибо за тот пожар в кабинете красивый был жест». «Профессиональная этика», – пожал плечами Михель. «Кстати, а что случилось с фейерверком?» «Тем же липсом с последних берлинских скачек?» «Живет на ранчо в Аргентине», – я проверял, – тоже ушел непобежденным. «Они пожали друг другу руки крепко, по-мужски без тени былой вражды. Уже садясь в машину, Штирлиц обернулся. «Знаете, что самое удивительное? Мы оба проиграли ту войну, но выиграли нечто более важное – право уважать себя и друг друга. И право начать новую главу», – добавил Михель, глядя вслед удаляющемуся Мерседесу. «Вечером, проверяя конюшню, он задержался возле теника достойного противника. «Что скажешь, дружище?» – спросил он у жеребца. «Похоже, твой сын начинает свою историю о наше. Наша история уже написана, и знаешь что?» «Я доволен ее финалом». Жеребец тихо заржал, словно соглашаясь с хозяином, а над швейцарскими альбами загорались первые звезды, безразличные к человеческим воинам, победам и поражениям. Для них имело значение только одно – красота момента и умение ценить его. На следующий день в почтовом ящике Гера Михеля обнаружился конверт. Внутри была старая программка берлинских скачек 45-го года и короткая записка. «Иногда проигрыш достойнее победы ММИ». Михель усмехнулся и бережно спрятал программку в сейф, где уже лежала пожелтевшая фотография двух офицеров СС. На фоне берлинского ипподрома на обороте фотографии была надпись «Главное вовремя понять, когда пора уходить. ГМ». «Инг» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok